Вообще, эмоции может вызвать замену индексации пенсии на одноразовые выплаты. Давайте не будем лукавить ее у подавляющего большинства населения. Это не может вызвать никаких положительных эмоций. Это понятно. Но я бы предложил по этому поводу поговорить скорее не о социальном аспекте, а о масштабе геополитическом и масштабе макроэкономики российской вообще. Вот уже два года, как мы идем по пути импортозамещения. В свое время Россия пошла по пути импортозамещения, потому что это был вынужденный момент. Но в то же время совершенно понятно, что закономерно импортозамещение необходимо. Ведь и японское экономическое чудо в 40-е, в начале 50-х годов, и китайское экономическое чудо в конце 70-х годов, между прочим, и то и другое начиналось именно с импортозамещения. Что же у нас происходит? Да, у нас нет теперь импорта из стран Евросоюза, из США. Но ведь импортозамещение закономерно должно быть сопряжено с двумя элементами. Прежде всего, с диверсификацией экономики. У нас экономика последние десятилетия была ориентирована на сырье. Ведь как важно, чтобы сырье наше шло не на экспорт, и не только на экспорт, а в первую очередь, чтобы оно давало конечный продукт, столь нужный для российского потребителя. И тогда бы, в частности, в горнорудной отрасли могло бы быть увлечено огромное количество российского населения. Это те реальности, которые нужно решать. В то же время, очень важно, чтобы импортозамещение, второй момент, было запряжено с тем, чтобы в России по широкому ряду отраслей воспроизводился конечный продукт. Но для этого нужна четко прописанная, конкретная, авторская, экономическая программа, за которую отвечает ее создатель. Давайте опять вспомним, что было в Китае и в Японии. Ведь в Китае был автор китайского экономического чуда Дэн Сяопин. И в Японии тоже был автор экономической программы профессора токийского университета Хирами Ари Сава. Вот, наверное, если бы у нас была продуманная, выверенная, сбалансированная экономическая программа, учитывающая диверсификацию и увлечение населения в производство, перспективное производство, вот тогда бы нам не понадобилась бы единоразовая выплата пенсии вместо ее второй индексации.